Ну что? Народ, привет! Как ваши дела? С добрым утром или добрым вечером у нас в Дубае 8, уже наступает вот такая ночь, которая позади нас, небоскребы. Сегодня был нелегкий день, мы прилетели, ждали, посмотрели отель, вы все эти видео увидели, оставлю ссылки в описании. Сейчас мы идем гулять, сейчас будет вечерний Дубай, не ночной Дубай, а вечерний Дубай. Пойдем пройдемся, покажем просто, что находится рядом с отелем, что самое важное, когда вы бронируете отель. Смотрите, чтобы рядом была удобная развязка, метро, или если нет метро в этом городе, автобусы, трамваи, что может быть. И чтобы были магазины, и вы могли себе купить еду или воду, что крайне необходимо, чтобы отель это будет стоить немыслимые деньги. Все, вот такие лайфхаки от нашего канала, вперед по ночному, по вечернему Дубай. Поплыли. Кстати, я хотела сказать, что Наташа потеет ее сумка. Да. Помните видео про кожаную сумку Матиоли? Так сумка здесь дико потеет, влажность, просто. Пять минут она потеет, потом приходит в себя такая, господи, ну ладно, все, хватит. То есть, есть такое. Ну, влажность. На вечер очень большая влажность. Ну и сразу напоминаю, что в Эмиратах, в Дубае, в Абу-Даби маску снимать нельзя, даже сбрасывать на нос. Штраф будет 815 долларов, и вы его заплатите. Ну, кстати, лайфхак, я понимаю, если ты куришь, то варску можно не одевать. Ну, если пьешь водичку, ну, сейчас же идем направо, да? Смотрим, где люди... Кстати, что мы сейчас ищем? Корифор. Видео про продукты в Корифор и Виляйне мы уже вам снимали. Оставлю по ссылочке в описании. И сейчас просто я хочу убедиться, что в Дубае хоть на пару копеек, но дороже. Ну, так говорят. Да, так говорят, ну как говорят. Мы тоже в Дубае бывали часто раньше, то мы два года не были из-за ситуации в мире. А так мы в Дубае ездили часто, ну да. У нас в Виляйне цены ниже. Сейчас пойдем посмотрим. Так, здесь вот смотри, какой-то... Вот, кстати, какой-то food day супермаркет. Ну, люди идут, не знают, что они... Ну, вообще мы ищем Корифор, ну, давай, можно заглянуть и сюда. Ну, это маленький. Такой маленький магазинчик, нет. Ну, все, мы идем вперед. Красивым небоскребом. Я думаю, нам туда. Большой супермаркет Корифор. Вот отошли от того супермаркета. Здесь грошири. Грошири переводится как бокалейка. Вон еще есть всякие кафешечки. То есть это удобно, народ. Нужно обязательно брать отель, чтобы рядом была вода, еда и транспорт. Аптеки. Тут, конечно, райончик Аптек. Вчера у нас прошли с ночью, да? Пять штук, по-моему, по дороге. Да, когда мы все ждали, что нас поселят. Приехали в три часа ночи. И сидели семь часов героически на рецепции. Ну, героически. Зато сэкономили все-таки деньги. Вот еще один супермаркет. Каурский супермаркет. Что-то такое. Вот, видишь, дорога. Да, слушайте, вообще это очень удобно. Ну, мы и выбрали так, чтобы метро было рядом, магазинчики и кафешки. Наверное, набор один и тот же. Ну, да. Я уже не знаю. На борт, возможно, один и тот же, просто что никуда ехать не нужно за продуктами. Иногда в маленьких магазинчиках могут быть какие-то крема другие, которые подешевле, но хорошие. Мы вкуснейший чай со Шри-Ланки нашли в маленьком магазине в Эляйне. Чай такой, когда болеешь, его пьешь, он такой с перцем, со специями. Там разные травы. Да. Классный чаек. Это тоже какой-то отель. Наверное, отель какой-то, да? Сейчас. А может и апартаменты жилые. Вон, 21-е это жилые апартаменты. Ага. 21-е, что там, век. Ну, так вот. Проходишь в дом куэт, а то... Народ, пишите, а кто-нибудь жил вообще в апартаментах в небоскребе и хотел бы жить? Ах. Давай берем левее. Так, берем левее, обходим здесь. О, вот пальмочки есть. Кстати, я говорила, в Дубае зелени мало, потому что действительно в основном небоскребы. Сказать-то каменные джимли. Ну, вот пальмы тоже есть. А вон, смотри, вот так тусит тай. А вон карифор, да. Ты хотела правильно выйти, но нам сказал мальчик другим, другим путем. Нет, ну там любой, это повернешь, только переход, я не знаю где. Вот я хочу посмотреть, что это за Дусит Тани. Дусит Тани. Какой-то Дусит. По-моему, тоже дорогое это такое-то. Дусит Тани. Ну вот, а мы направляемся в карифор. И если вы в Эмиратах, увидите это название карифор. Здесь очень вкусные продукты. Особенно сувениры, которые вы везете. И финики, и конфеты, и можно найти, и курагу. Ну, в общем, все, что вы везете из Эмиратов, может быть, в карифории. Даже одежда, футболки и все остальное. Сейчас пойдем посмотрим, если, надеюсь, разрешат снимать. Вот. В Эляне, мы вам снимали в карифории продукты. Но в последнем видео, уже когда мы там, почти финальное, подошел охранник. Мы уже хлеб покупали от Росаны. Подошел охранник, попросил удалить видео. Сказал, если только вы не имеете претензий к качеству продуктов. Я говорю, мы не имеем, конечно, я удалила. А, да, можно было? Да. Понадку сомнете оставить, да? Это Элян, в принципе, такой более строгий город. Дубай все-таки туристический, поэтому мы надеемся, что мы сейчас снимем вам какие-то цены. И в основном уже туристы сейчас приезжают в Дубай. Вы просто будете иметь представление, сколько с собой брать денежек, сколько всего стоит. Но финики, опять-таки говорю, ничуть не хуже. Продаются в карифории. И цена... То есть вам торговаться не нужно, цена стабильная. То есть сколько написано, столько и стоит, как в обычном магазине. Ой, сейчас лифты поехали, покажу. Ой-ой-ой, сейчас надо быстро показать. Смотрите, в одном отеле лифт помчал вверх. И во втором, во втором он остановился, уже жалко. А в этом он мчит вверх. Какое-то все-таки классное зрелище, когда в небоскребе идешь и лифт. Ох. Быстро, да, вообще? Да вообще быстро. Да мы тоже только шоу. Ой, не съедет, не съедет, смотри. Прямо. Вообще как... Там он не синенький, там где-то, желтенький. Да. Слушайте, прям можно вот так вот в Дубай выйти, завтыкать, наверное, и пропустить рабочий день. Я не знаю, кто работает в Дубае, вы пишите вообще, да, поехать обратно домой. В общем, а мы переходим и направляемся в Каррифор. Смотрите, снова такие деревья здесь есть. Так что то я зря говорила, что в Дубае мало деревьев. Есть, есть. Может, я не видела такие штучки прикольные? Саша говорит, очень прикольные штучки, чтобы держать дерево. Просто я просто не видела никогда. Кстати, очень хорошо, идешь по зеленой аллее. Правда, пока еще деревья видно молодые и не дают тень. Действительно, шла днем по зеленой аллее. А мы пока шли, просто не поняли, где вход-то в Каррифор. Может, там где-то. Ну, это торговый центр. Ну, да, просто непонятно, где вход. Как-то мы растерялись. Машины есть, но явно же не в те ворота, правильно? Боже, идешь и аж прям любуешься. Какой красивый мой испанский небоскреб все-таки. Ну, не мой, к сожалению, пока. Ой, наконец-то Гевора светится. Смотри, Наташа. Вот, мы эту шапку никак не могли поймать. Наш отель справа. Гевора. Днем не было ее видно. А сейчас прям светится. Ну, красота вообще просто. Ох, эти отели, небоскребы, Дубай. И просто это город-сказка. Я вообще-то... Я не устану повторять. Дубай, город-сказка. Это правда. А смотри, мне кажется, или это... Нет, это на... Вот смотри, на небоскребе оно как окна переливаются. Да, слушай, я уже вижу. Есть такой момент? Смотрите, вот сидим таким. И еще вам увеличиваю. Вообще фантастично. Я думала, люди включают, выключают, а потом говорят, да нет, не может такого. Да, вот людям нечего делать. Да, классно. Так, ну мы направляемся искать вход в Каррифор. Пойдем направо. Ну, вон, если местные ребята туда идут, значит точно вход там. Все, идем, идем. Мы тоже туда идем. А помните видео, как мы в Абу-Даби ходили в бутиковые отели? Что-то я не пойму, где Каррифор находится. А, здесь? Гейт-авеню. Заходим в какие-то авеню ворота. И мальчик security рассказывает. Здесь? Здесь? Здесь. Окей, спасибо. Всего класс. До 8 пьем, подожди, а сколько времени сейчас? Без 15,9. А как же? Слушай, ну все же идут и все вот люди еще и кушают. А как это до 8 пьем? Кстати, так прикольно сделано. Какой-то такой вот. Видно, что какие-то вот бутики, такие ресторанчики уютненькие вообще. О, гринк такой. Угу, какая-то вкусняшка. А, фиа-фиа. Я не могу меня... Я думаю, на каком он мне языке говорит? Он говорит, вон, си фиа-фиа. Я думаю, что за фиа-фиа? Я не вижу, вот теперь где-то. Я думала, он сказал тебе фиа-фиа. Я думала, он мне на каком-то своем африканском языке говорит. Фиа-фиа. Фиа-фиа, это просто надпись была. А я же английский как бы не очень, да, понимаю? Уже какие-то конфетки, смотрите. А, это и есть уже калифор, да? Все, а, все, вот уже тачечки. Вот он, фиа-фиа. Вот фиа-фиа, и мы заворачиваем. Сейчас, кстати, интересно по ценам посмотреть, что у нас здесь. Будут переводить доллары, друзья мои. Я скажу так, яблочки по 8 и у нас есть, и есть подороже. Ну, по яблокам пока нормально. Кстати, я хотела каких-то... Ой-ой-ой, фруктишек взять. Наташа, ну как, установила? Нет. А как женщина вот так будет? Идем посмотрим. Идем пообезьяничать. Ну, давайте. Персики, киви, в принципе, в такую же цену. Да, у них. А вот авокадо, которое либо называть адвокату. Так, что мы берем? Ну, хотелось бы пару персиков, пару яблочек. Папайка 47. Что, не лежали сегодня на этом? На пляже, возле бассейна, очень хотелось каких-то фруктишек взять. Это что-то органик по 25. А нарезанных нету? А, идем по грушу. Мы по груши соскучили. Кстати, в Украине мы грушу и не поели. Так, ну, яблоки, значит, резюмируем от 8 дирхам до 25. Слушайте, ну, вот 25, да? И вот 9. Чем они отличаются? Киви 22. Персики по 32. Папайка 47. Ну, папайка какая-то маловато, я вам скажу. Мандаринки по 8 с чем-то. Главное поздороваться. Сливки по 6, это недорого. Наташа, вот сливки по 6, кстати. Ну, можно 2 взять. Сливки по 6. Плохие, ты думаешь? Нет, плохие. Ну, темненькие, да. Пожалуйста, бы хотелось. Так, орешки. Сколько раз я уже говорила, что этот наш грецкий орех довольно-таки дорогой. Смотрите, это за 100 грамм цена. 7,44 и 9,30. Еще очень вкусный такой пеканчик. Ну, а мы любим очень бразильский орех. Его здесь даже нет. Ну, вот, в принципе, все орехи. Уже, если что-то не переведу в доллары, просто поделите на 3,6,8. Ну, то есть, вот такие основные. Давайте даже уменьшу сейчас. Вот основные. А мой бегает уже. Вот. Миндаль. Ну, он как? А, он барбекю 4,70. А обычный соленый 5,70. Семечки есть. Рубль 80, точнее, 1,80, 2,70. Орешки разные варианты. Смотрите, кешью и чили. И кешью соленый. И фисташки. Но тут, конечно, очень, очень большой выбор. Но я вам скажу так, что не всегда цены дешевые. Очень многие люди берут отсюда, везут орехи на сувениры. Но не всегда они вот супер дешевле стоят. Но мы часто в супермаркетах Лу-Лу. И вот, кстати, в Харифорах тоже находим орехи. Вот сок их, кстати. Это фрешики есть такие. Тут трудободности всего пару дней. И вот уж я хотела взять. Или арбузик кусочками, или ананасик. Или вот такие вот я люблю. Салатик. Вот, 9 дирхам стоит. Конечно, самому тоже можно нарезать. Дешевле получится. Вот, Наташ, смотри, давай вот, может, по салатику. Что посмотреть? По салатику. А что ты хочешь? Ну, тут яблочко, киви, клубничка. А не 11? Вот манго есть. Манго хочешь, ты же манго любишь. Или хочешь сама порезать взять. Вот, смотри, ананасик. Я хотела ананасик. Ананас, мне кажется, да. Я думаю, что она не очень будет несущественна. А это почем? Это, смотри, какие-то другие экзотические фрукты. Тут ананас и дынька, и попавка. Дыня, да, да. Смотрите, какой блюберри. А блюберри это голубико, напиток. Слушай, класс. Милкшейк. Может, возьмем блюберри какой-то еще. Сейчас я просто снимаю, и потом уже, наверное, буду выбирать нам еду. Ну, сачок надо какой-то выпить однозначно, потому что это правильно. Сейчас, вот, то, что я рассказывала. Во-первых, сразу начну с финикового сиропа. Это просто вкуснейший сироп. И он очень полезный. Здесь он стоит 10,95. В принципе, это нормальная цена. Можно найти за 9, но это нужно постараться. Вот финички вот такие хорошие. Мы брали вкусные. Фирма Бояра. Бояра вообще очень хорошая фирма. Вот это большие финики за 33,60, 10 долларов. А вот какой-то крутой финиковый сироп за 20 дирхам. И вот финики уже пошли. Смотрите, есть 13, есть 19. Непонятно, что где, потому что, простите, тут одни и те же коробки. Вот они и хитрые финики. Они огроменные. Смотрите, вот мой палец. Сравните и финик. Просто здоровые. Посмотрите, потому что постри коду 0077. Вот они, цена их 19,30. Все, нашли. И также вам рекомендую поступать с другими финиками. Вот вообще в фунт жути финички. Вкусно, наверное, 28. Такие конфетки. Ну, конфетки как-то выглядят очень плохо. Или это шоколад такой. Не знаю, как-то 22 стоит. Вот есть финички с миндалем. Очень вкусно. Мы тоже на сувенир брали. И вот такие здоровые. Наверное, килограммчик. А не, 500 грамм всего лишь 51. Ну, не знаю, недешево. Вот тоже всякие такие небольшие халвы и конфетки от доллара до полтора. Гнезда вот такие. Ну, если у вас много друзей, немного денег, коллегам можно привезти такие сувениры. Поверьте, они тоже будут очень рады. Вот шоколадные конфеты. Это шоколадные финики. Тоже 8,50, 90 грамм всего лишь маловато. Вот гнезда по 29,50. И вот по 50. Эти финики за 80 я уже показала. Далее, смотрите, сырок. Колбаска от 10 долларов. Дальше есть где-то 8 долларов килограмм. Девочка улыбается. Не мешает нам снимать. Наташа, ты что хочешь? Не, я хочу, посмотрела, это турецкий гриб оливки, который мы поем. Мы очень любите оливки. Они здоровые за 3,75. Да. Посмотри. Это и доллар 100 грамм. Да. Очень вкусно. А вон, смотри, эта выпечка. Ну, конечно, сейчас уже вечер. Вот выпечка. Народ, в принципе, в Дубае вы не оголодаете. Смотрите, все говорят, в Дубае цены очень большие. Нет, смотрите, это стоит доллар. Доллар, доллар. Это стоит доллар. Это стоит меньше долларов. Это стоит 4 дирхам, а чуть больше долларов. 4,75. 4,75 я не увидела. Всякие печеньки, конфетки, ну, ребята вообще. И вот, кстати, вкусные здесь тоже есть круассан. Это вот номер 7, да, все знают эту фирму. Здесь даже на доллар вы возьмете 2, больше чем. А я люблю вот такие вот. Это творожок. Я такие ела как раз в видео, когда мы летели. А я люблю и за таром. Домой, Наташка с затаром любит, с зелененьким таким. И тоже вы на меньше, чем за доллар возьмете 2 штучки. Ну, ребята, это хорошие цены. Есть тортики, они тоже вкусные. Такие вот эти мы пробовали или нет? Подожди, я что-то купила. Медовик, да, вот это вот фирма мы пробовали. Вот такой мы пробовали кусочек. 9,95, и ребята на того стоит. Он всегда очень вкусный. А было такое, что пробовала невкусный медовик. Вот хлебчик, смотрите, такой за 4, а и за 14. Что-то я не понимаю, где здесь разница. Может, тут единичка стерла. Ну, это такой выпеченный хлеб. А обычный фасованный, он стоит намного дешевле. То есть тоже выглядит, мы за 5 дирхан берем вот такой вот хлеб. Есть белый мы берем, и есть такой же темный. Вот такой вот еще темный мы берем. Он здесь стоит, вот, 4,75. И, по-моему, темный, по-моему, 5 дирхан. Не, я не скажу, что сейчас вот я вижу цены, и они намного дороже, намного дороже, чем у нас в Ильяне. Оливки возьми. 300 грамм? Да, возьми вам 300. А вот, кстати, тоже. Это фирма Бояра. Она очень вкусная, очень классная. И такие вот, они могут стоить дороже, орешки, но они будут качественные. Они будут очень вкусные, качественные, и вы будете довольны, и ваши родные, близкие тоже будут довольны. Так, сок я вам показала. Раскладочки, все колбаски. Так, колбаска здесь сразу скажем. Здесь свининки, просто так вы не найдете. Есть отделы в Дубае. В Дубае точно мы видели, и в Абу-Даби, где написано, для немусульман этот отдел обычно закрыт, и там вы можете купить свинину. Ну, такие отделы нужно искать. Смотрите, какие раки огромные. Цену не скажу. Так, окурочка, мясо скажу вам. Килограмм, 21 дирхам. Это тушка. А вот когда мы берем грудку, дороговатая вам скажу. Ну, вот это вот 500, это крылышки, 500 грамм за 9 дирхам. Нормальная цена. Нормально. Это фирма хорошая. Мы ее брали, и Эльон, по-моему, фирма. Эльон переводится, по-моему, сегодня. То есть сегодняшняя свежая. Тоже очень хорошая фирма для мяса. Вот, кстати, есть готовая, и вам здесь разогреют. Опять-таки, смотрите, максимальный чикен-кебаб большой, такое 6,40. Это меньше 2 долларов. Вот. Доллар этот 3,7. Так что посмотрите сами. Всякие заправочки, салатики. Вот такую вермишельку мы брали. Помню точно. Вот такую вот брали вермишельку. И она очень вкусная. Вот много всего рисик есть. Это вот все стоит меньше доллара. Доллар 3,7. То есть очень круто. Молочко есть долгого хранения. У нас детки такое в школе любят. Такое шоколадное коктейли очень популярное молоко. А есть быстрого хранения. Но действительно всего лишь, всего лишь действительно, по-моему, 5 дней. Яйца сразу говорю, вот 15, 9,15 стоит 15 штук. Да, 9,15. И есть 30 штук, 17. Мы вот такие вот берем. Ну, нет, их сирь мы берем, если много, 30 штук. Вот сейчас покажу вам. А вот йогуртики всякие. Просто здесь рай для лобанов, любителей лобанов, йогуртов. И мы показывали в видео сырники, как мы из такого йогурта, как Наташа из такого йогурта, делали творог и делали сырники. Ну вот, свежий лобан. Очень вкусно. Стоит чуть больше доллара. А свежее молочко, есть вербюжие молочко. Будьте с ним осторожны. Я раз его подвела, так потом на горшке я два дня сидела. Ну, в принципе, опять-таки, у кого у друзей запор, вы запросто можете улучшить их жизнь. Привезя такой сувенирчик. Вот, дорогой мандариновый фреш за 15,75. Ну, вкусный. А вот, смотрите, апельсиновый уже, я, наверное, его и возьму, всего лишь 6,75, 2 доллара. Ну, вот йогурты тоже здесь очень много. Особенно любят этот гриб. Да? Греческий йогурт. Да, что говорит, дороже, хорошо. 7,80, а там уже за 5. За 5, ага. А я там посмотрела, цены одинаково, примерно, на оливки, на бояру, на вот это. Вот, вот оливки. Ага, то есть, вот смотрите, на 2 дирхама дороже. Ну, 7,80, там, за 5. Да, но мы тогда брали на распродажу, вспомню. Ну, что? Была распродажа, то есть, ну, тоже если тебе нужен, допустим, йогурт, это бегать, искать распродажу. Что вы едите? Вот показала? Немного на едите? Да, я показала, дерьмишелька классная. Капсу. 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 Йогурты тоже 2 штучки меньше, чем доллар. Вы купите, вот греческий йогурт, я такой пробовала, вкусный. Это 5,45, это уже, смотрите, в субтитрах. Вот. Ну вот, друзья мои, так... Хочется? Да, уже хочется кушать? Вот так мы вам чуть-чуть и показали. Капусточка 3,35, вот доллар килограмм. Что, скажем, что тут имбирь есть и картошка, вот, картошка, доллар килограмм, чуть-чуть меньше, а? Покажи зелень, а то мы никогда не покажем зелень. О, зелень. У нас в Ильяне огромный пучок стоит 95 фельсиков, и здесь тоже. Ну, смотрите, цены вот здесь, как в Ильяне. Пучок реально огромный. Шпинат, мято. Вот такой вот мы в Украине, в Киеве точно не купим. Если купим, то оно будет стоить намного дороже, и это будет пучок, так себе, скажем. Ну, то есть любой бережок будет сладкий. Это потому что шпинат, да? Я не знаю, что это есть. Редисочка, кстати, редиска вот здесь невкусная, я пробовала. Кинза, 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 может, нехорошая попалась. А это шурукола, наверное. То есть вы на доллары можете купить 3,5 пучка, это очень круто. Вот, что, баклажанчики вот стоят 11.30. Бамья, которая растет, усунила на ферме, вот все обещала вам показать, вот она. И капусточка цветная, такие цены. Ну, вот, в принципе, народ показали вам. Немножко вермаркет Гаррифорд. Сейчас возьмем себе покушать. Возьмем сачка какого-то. Ну, и вам всем желаем вкусно кушать, путешествовать. И, в общем, приятного, хорошего дня. Пока.